Отец современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен в конце 19 века предложил соревноваться не только в спортивных дисциплинах, но и в различных областях искусства. Так с 1912 года в состязаниях участвовали архитекторы, писатели, музыканты, живописцы и скульпторы. В 1936 году Германия предложила ввести кинономинацию, тогда же Леня Рифенштайль начинает снимать знаменитую Олимпию. Однако идея немцев была отвергнута, а в 1948 году изящные искусства и вовсе исключили из соревнований. Вот только окончательное искусство Олимпийские игры не покинуло. Сегодня посмотрим в оба на медали и убедимся, что каждая из них шедевр. В античные времена олимпийцев медалями не награждали, они появились на первых возрожденных играх в 1896 году. Однако образ греческой богини Победы Ники долгие годы не покидал медали. Со временем дизайнеры начали менять привычный сюжет и вносить национальный колорит. Чаще всего медали были круглыми, но в 1972 году в японском Саппоро их сделали вот такой необычной формы. Дизайн лаконичный и рельеф изображает мягкий снег и острый лед, передавая тем самым японскую атмосферу мира и безмятежности. Дизайнер медалей для зимних соревнований 1994 года в норвежском Лилихаммере использовала не только металл, но и спарагмит – горную породу, часто встречающуюся в этой местности. Таким образом, она хотела подчеркнуть, что норвежцы больше всего ценят природу своей страны. В 2006 году на играх в Турине чемпионов впервые награждали медалями с пустым местом в центре. Это было сделано не в целях экономии. Так дизайнер Дарио Куатринни провел параллель между наградой и итальянской базарной площадью Пьянца. На таких площадях итальянцы с давних пор празднуют большие победы и переживают поражение. Победители зимних игр 2010 года в Ванкувере вновь ждали медали необычной формы. Они были не плоскими, а изогнутыми. Их создатели вдохновлялись волнами Тихого океана, а также снежными просторами и горными пейзажами Британской Колумбии. Украсила медаль-эмблема игр этого года человечек Илонаак, что в переводе с языков коренных народов инуит означает «друг». Илонаак представляет собой скалу, сложенную из пяти камней олимпийских цветов и символизирует связь жителей Канады и окружающей их природы. Внимательные любители спорта заметили, что фигурка друга напоминает хоккейного вратаря. Российские дизайнеры, готовясь к зимним играм в Сочи, тоже потрудились на славу. С помощью гравировки на медали нанесен орнамент в виде лоскутного одеяла, символизирующего многообразие культурных традиций народов России. Самобытное изображение напоминает снежинки или узоры на окнах. Медали нынешней Олимпиады отсылают к наградам летних игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это не случайность. Авторы хотели подчеркнуть, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр. На лицевой стороне в центре изображены пять Олимпийских колец с узорами льда, снега и облаков. Изображение на обратной стороне повторяет традиционный дизайн нефритового кулона. А резные узоры на кольцах основаны на традиционных китайских орнаментах. И в завершении любопытный факт. Первые победители современных Олимпийских игр золотых медалей не получали. За первое место вручали серебряные, за второе – медные. Те, кто занял третье, и вовсе оставались без награды. Только пальмовая верфь. Но я думаю, они не расстроились, ведь они победители. На сегодня это все. Болейте за наших и смотрите в оба. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok